Мошенники на удаленке. Кировчанка перевела незнакомцам деньги в размере стоимости трехкомнатной квартиры. Сколько она отдала и как ее обманули, расскажем далее. Наш эфир продолжит рубрика короткой строкой. Кировчанка перевела мошенникам почти 2,5 миллиона рублей. Женщина увидела рекламу о легком заработке денег и откликнулась на нее. Вскоре с ней связались незнакомцы, которые пообещали высокий доход от торгов на бирже. Женщина переводила деньги на указанные ей счета. В результате легкий способ прибыли оказался не для кировчанки, а для аферистов. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничества в особо крупном размере и ведется расследование. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление об изменениях данных в паспорте. Теперь штамп о заключении или расторжении брака и детях до 14 лет. гражданин может вносить в свой паспорт по желанию. При этом место регистрации по месту жительства и данные о прохождении воинской службы остаются обязательными. Начнут строить новый павильон на Октябрьском рынке. Работы начнутся уже в этом году, в августе или сентябре. Продлятся они больше года. Сколько на него потребуется средств, еще неизвестно. Финансировать работы будет акционерное общество «Центральный рынок». Напомним, старое здание снесли год назад. Сроки затянули из-за того, что не удалось пройти экспертизу проекта с первого раза. Продолжается упорная борьба садоводов за звание первого городского дачника и за главный приз месяца – бассейн. Участников конкурса уже несколько десятков. Кировчане подходят с особым интересом и креативом, поют песни о своем огороде, танцуют с тяпками. Побороться за приз можете и вы. Присылайте видео в группу Первого городского канала ВКонтакте. Ссылку вы видите на экране. Самого оригинального 3 августа выберет экспертное жюри.